Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Восточно-Казахстанская областная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. И я, её сотрудник, Махткультубиевна Калиева. Приветствуем вас! И мы продолжаем серию онлайн-встреч с участниками творческого краеведческого проекта областного конкурса «Аулам Алтенбисыган. История моего села», организованная нашей библиотекой. В год празднования 30-летия независимости Республики Казахстан в рамках национальной программы «Рухани Жангру». Основная цель нашего конкурса – это исследование истории края, развитие интереса участников к изучению истории родного аула или села через поисково-исследовательскую работу по изучению истории края. И в этой связи на почту нашей библиотеки поступает очень много работ, но одна из них заинтересовала нас, и мы решили организовать онлайн-встречу с авторами этого проекта. Предлагаемая работа выполнена ученицей 5-го Б-класса Ново-Хайрузовской средней школы Котом-Горогайского района нашей области. А руководителем данного проекта является библиотекарь этой же школы Елена Александровна Гоффман. Валентина, Елена Александровна, добро пожаловать на нашу онлайн-встречу. Добро пожаловать, здравствуйте. 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 История моего села – тема сегодняшней нашей встречи. История моего села Ново-Хайрузовки. Актуальность этой темы, я думаю, очевидна. Ведь каждый человек должен знать о том месте, где он родился и живет. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая родина – Казахстан. Родина начинается на пороге уже твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна, как мама. Мы любим родину, а любить родину – это значит жить с ней одной жизнью. И знать ее историю нужно каждому. Знать историю своей малой родины должен каждый, начиная с детства. Дорогие Елена Александровна и Валентина, расскажите нашим читателям, многочисленной аудитории Пушкинской библиотеки, расскажите, как идея изучить малую родину, историю своего края пришла к вам? С чего все это началось? Ну, у меня, как у руководителя проекта, первая идея пришла, когда я начала работать над первой своей исследовательской работой, работой о немцах. Меня всегда интересовал вопрос, каким образом оказались немцы в нашей стране, как складывались их судьбы, как адаптировались к местным условиям, какое отношение было с местными жителями, какой вклад внесли в победу Великой Отечественной войне немцы по Волжье. Эти и другие вопросы интересовали меня очень долгое время, и мне хотелось узнавать новое и рассказывать учащимся, чтобы развить у них и привить гуманное отношение к людям, пострадавшим от репрессий, чтобы у них было уважительное отношение к прошлому нашей Родины, и показать вклад немцев по Волжье, оказавшихся на территории Восточно-Казахстанской области, в победу над фашизмом. И второе, что меня натолкнуло на изучение Малой Родины, это темп современной, очень быстрой современной жизни, как сказать, очень быстрый темп современной жизни. Большинство людей сейчас работают во благо своего карьерного роста, стараются заработать много денег для достойной жизни, и времени для встреч и живого общения с родственниками, с близкими людьми совершенно не остается. Возьмем, вот прошлое время, раньше писали письма друг другу, а сейчас этого времени нет, сейчас письма никто не пишет, сейчас общаются по телефону, по WhatsApp, по другим социальным сетям, по электронной почте. Быстро-быстро, привет, привет, как дела? И мысль на то, чтобы изучить историю села, ни у кого, конечно, не приходит. Человек, конечно, не знающий своих корней, не знающий истории своих предков, истории Малой Родины, не может по-настоящему любить свою Родину. И чем дальше уходит время, тем актуальнее становится тема исследования истории села. И мне кажется, что нужно успеть было нам, пока не поздно, что хотя бы хоть кто-то еще остался, кто видел своими детскими глазами, и кто бы нам смог рассказать об увиденном, прожитом и прочувствованном. Вот именно вот это вот нас натолкнуло на идею изучения истории Малой Родины. Спасибо, очень интересно. А как началось знакомство, вот, знакомство работы над изучением истории вашего края? Вот когда появилось ваше село, и почему оно интересно называется? Хайрузовка, да еще новая Хайрузовка. Расскажите об этом. Ну, вообще идея заложилась, вообще Хайрузовка, это село Макарова, оно было создано еще в 1802 году. Потом, значит, ее переименовали в Хайрузовку. И когда встали в зоне затопления, оказались села, то потом образовалось село Новая Хайрузовка. Ну, Новая Хайрузовка. И началось знакомство с историей села у меня, когда я взяла в руки методическое руководство своей коллегии, Надежды Викторовны Кучеренко, Балыкина, девичья фамилия ее, и она тоже наша землячка. Когда она работала, она работала в школе-гимназии в Узкоминогорске и тоже занималась краеведением. И ее краеведческий урок я прочитала, и вот он меня тоже натолкнул на знакомство с историей села. Думаю, почему же нам не узнать историю села и не проводить такие краеведческие уроки с нашими детьми села Новая Хайрузовка. И вот таким образом я предложила свою работу Валентине. И Валентина, конечно, согласилась поучаствовать в проекте, и думаю, что у нас результат будет положительный. Очень интересно. А давайте представим, что мы сегодня попали в Новая Хайрузовка и пройдемся по улицам Новой Хайрузовки. Расскажите мне и нашим читателям, как интересна история Новой Хайрузовки. Я включу демонстрацию экрана, да? Да, да, да. Вот на фотографии вы видите Кучеринка Надежда Викторовна, библиотекаря, о которой я сейчас вот говорила, и ее методическое руководство краеведческими уроками. У появления села Новая Хайрузовка была большая предыстория создания. В послевоенные годы началась масштабная программа по электрификации и техническому оснащению Восточного Казахстана. Одним из грандиозных проектов было строительство Бухтарминской гидроэлектростанции на реке Иртыш, ниже устья реки Бухтарма. Вблизи города Серебрянска образованная полотеной Бухтарминской агресс на реке Иртыш – это крупнейшее водохранилище Казахстана и входит в пятерку крупнейших искусственных водоемов мира. На фотографии вы видите красивую местность, которая называется Уснорымская сопка. Это, можно сказать, все то, что осталось от Уснорыма, который остался в зоне затопления. В связи со строительством Бухтарминской гидроэлектростанции из зоны затопления в 1956 году были переселены жители села Малокрасноярка, села Уснорым, села Старая Харизовка. И образовались новые села. Село Новохаризовка – это центр сельского совета был, и село Алыбай, село Приморское. В Новохаризовку в основном приехали жители села Малокрасноярка и Старая Харизовка. Строительство села Новохаризовка началось в 22 километрах от села Большинарым в 1956 году. И первым жителем села был Егор Егорович Кнаус. На новом месте шумела рожь, было много пустоши. По жребию тогда определили земельные участки, их выделили по 15 соток. И, значит, из первых рассказов, воспоминаний Егора Егоровича Кнауса, я вам сейчас расскажу, как рассказывал Егор Егорович. Он сказал, что он тогда в 1956 году взял отпуск на три месяца, нашел помощников, принялся за строительство дома. И за три месяца к зиме дом был уже готов. И зимовал он в этом доме один со своей семьей. Было, конечно, жутковато. Дорог не было, света не было. В гости приходили волки. На следующий год только стало жить веселее. И не так страшно, когда начали переселяться семьи Овчаренко. Семья Баршиных построили дом, Яковлевых, Макогоновых. И так в 1957 году переехало 11 семей. К концу 1958 года их число возросло до 40. Но уже в 1959 году зона затопления все больше и больше подбиралась к домам. И поэтому новоселы быстренько организовали помощи. Скооперировались в группы и стали помогать друг другу строить дома. И к осени 1959 года уже переехали все. На бывшей пашне урочище Сарбулак образовалось село с ровными улицами, с новыми домами, с рыками для полива огородов и водопроводом для питья. Вот в ходе изучения всякого материала, истории, разговоров с людьми мы вышли на дочь Егора Егоровича Кнауса, которая сейчас в данное время живет в России. И она с нами поделилась такой интересной статьей, вырезками из газеты. «Газета – это знамя труда», выпуск ее 1996 год. В этой газете была опубликована статья «Село с немецким акцентом». Но я думаю, тут понятно, почему так называется статья «Село с немецким акцентом». Потому что в этой статье описывается жизнь немцев, как они вообще переехали в это село, что у них была очень тяжелая жизнь. И еще совпадает выпуск этой газеты с юбилейной датой. Тогда в то время никто даже внимания не обратил, что ни Большонарымский район, ни сама Новохоризовка, что в октябре 1996 года было 40 лет тех пор, как в селе появился первый житель села Егор Кнаус. И как он начал строить тоже все в этой газете, как затопило, и что Новохоризовка возникла, можно сказать так, в плановом порядке из-за строительства Бухтарминской ГЭС. И также здесь, в этой газете, мы узнали о том, что, ну это и всем известно, что немцы, которые переехали с Поволжья и попали вот именно в Новохоризовку, и другие немцы, у них были жесткие порядки для них. Они должны были каждый месяц, 1 и 5 числа, вплоть до 1956 года, им нужно было в эти дни обязательно попасть в комбинатуру и отметиться о том, что они вот находятся в этом селе, что они никуда не сбежали, что они ничего не натворили. Им даже из села в село не разрешали ездить, нужно было разрешение им. А за нарушение их строго наказывали. Даже вот, например, жительница села Екатерина Вайберт, она кормила скот в Кирилловой яме, а Кирилловая яма находится далеко, она находится почти 22 километра от Хоризовки, от Хоризовки до Большина Рыма, 22 километра, это 44 километра, и женщина просто не могла добраться в нужный срок, чтобы отметиться в комендатуре, и приехала в другой день. И ее наказали за это, ее осудили, дали ей 5 суток и заставили белить камеры. Ну, после 1956 года, конечно, наступило значительное послабление, немцев уравняли в правах с остальными, хоть и не сильно было прям послабление, но все-таки немцы за это не переживали, жизнь шла своим чередом, и создавались семьи, рождались дети, зачастую в семьях было по многу детей, и в конце 60-х годов одних только майеров было 98 человек, и 99-м человеком майером был Капан Мусабалинов. Это довольно анекдотная история, но эту историю знали много жителей села, и даже в районе знали, потому что это все опубликовалось в газете. Значит, такой вот получился анекдот. Заезжий репортер прибыл в совхоз Харизовский написать про пассивную, и ему посоветовали обратиться в семейное звено майеров, и корреспондент стал записывать только имена. Ведь фамилия-то у членов звена была Майер, и он поэтому записывал только имена. И, значит, один из прицепчиков назвал имя Капан. Но корреспондент так посмотрел на него и удивился довольно-таки, что ну или сотов вроде бы как бы азиатского типа, но смотрит на него. Но когда Капан Мусабалинов заговорил на чистом немецком языке, репортер как бы успокоился, и в газете потом было напечатано, что ударно трудится прицепщик Капан Майер. И с тех пор в селе стали так его и называть 99-й Майер. И он всегда улыбался, когда его так называли, но никто в этом не обиделся. И потом дальше, значит, Мусабалинов Капан, он тоже сторожил, он рассказал, как бы ему не знать немецкий язык, потому что, говорит, с детства он рос вместе с немецкими детьми. Ему было всего 10 лет, когда в колхоз привезли первую партию переселенцев-немцев. Все деревни тогда сбежались, говорит, смотреть. Многие даже по своей неграмотности не представляли, кто такие немцы. Они думали, что привезут каких-то рогатых чудовищ, которых рисовали вот в газетах, которых рисовали в плакатах. Но когда они подбежали и увидели людей, обычных людей с такими же руками, ногами, с таким же лицом, но они были измучены до невозможности, измучены дорогой, измучены тем, что у них отобрали дома, считай, хозяйство, все отобрали. И они, старики, женщины, приехали с маленькой кисемочкой, с маленьким скарбом и с детьми. И вот к Мусаболиновым тогда заселили две семьи немецких. В одной семье были девочки, в другой мальчики. И дети делились даже крошкой хлеба между собой. Они играли. И так они изучали язык друг друга. Казахи научились говорить на немецком, немцы научились говорить на казахском языке. И как большинство старожилов, мусаболинов мог общаться на трех языках. На родном языке, на казахском, на русском и на немецком. И я думаю, что это так и должно быть, как было раньше, и так и должно быть и сейчас. Многие немцы у нас в совершенстве разговаривали на казахском языке, считая, что это вполне естественно. И как может быть иначе, если мы все сейчас живем в одном селе, и это наша большая одна семья, и мы должны понимать, уважать друг друга и гордиться этим, что можем разговаривать на многих языках. Ну вот так вот. Очень интересные истории вы нам рассказали, Александровна. Какими героями, земляками гордятся ваши сельчане? Какие интересные праздники проводят ваши сельчане? Есть ли старожилы в вашем селе? Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Так, ну вот, ну я, наверное, еще даже не дорассказала, вот как хоризовка, да? Да-да-да, расскажите. У нас по окраине села пробегает речка Черкаин. Вот вы видите на экране, с левой стороны, это вот Черкаин наш. Вода чистая, прозрачная здесь, черемуховыми, ивыми, красноталовыми, березовыми, с породинными берегами, речка. Название села, как я сказала, произошло от рыбы Хариос, обитающей в этой реке. Село у нас находится как будто в котловине, в окружении холмов. Есть холмы ровные, а есть и каменистые. За селом возвышается наша каменуха Харизовская, а на берегу водохранилища морская каменуха. Вот с правой стороны видите такие высокие камни, где среди камней пробились и растут березки. Ее облюбовали для отдыха и для рыбалки эту каменуху. И не только местные жители приезжают с разных сел, с разных районов, с городов, и им нравится отдыхать на этих скалах. В 80-е годы у подножья этой каменухи каждое лето располагался школьный лагерь труда и отдыха. Подальше от села, в сторону села Кундызды, бывшая Парамоновка, громоздится гора Толстуха. На ее довольно крутых склонах густо росли шиповник и кислица. Рано осенью ее верхушку покрывает снег и тает только поздней весной. Своеобразен и богат растительностью наш край. Степной разнотравие перемежается с березовыми и осиновыми колками. Это необычайно красивые места окрестностей весной. Какие краски, а какие ароматы весной, когда выйдешь в горы, это обалденные запахи. По склонам холмов заросли караганника с розовыми и белыми судовыми ароматами цветов. Вот с левой стороны, видите, караганник цветет белыми цветами и розовыми. С правой стороны, тут вы видите, цветущие поляны густиного лука, первоцветы весенние, яркими пятнами среди них выделяется красный марин корень. Среди прошлогодней травы простил сотрова с фиолевыми чашечками цветков. Вытягивает желтые блестящие головки цветок леонтица алтайская. По-простому леонтица называется жарками. Купальница называют в народе эти цветы. И кто видел такие поляны с цветами, это просто нереально забыть такую красоту. Есть в нашем краю удивительно красивые места, где бьют еще из-под земли родники. Например, Борисов ключ, у нас родник, Нижний Тускаин, Благин. Родник Благин находится в живописном месте. Среди буйных зарослей лобозняка, розового иванчая, лекарственных растений много, зверобой, девесил, медоносная душица. И над всеми этими травами жужжат, собирая нектар, неутомимые пчелы с вывезенных на поля пасек. Все знают, что алтайский мед с наших пасек самый вкусный. Он стал брендом нашего региона. Здесь на фотографии слева вы видите идет работа по очистке родника группой экологов. В школе работает кружок юный эколог и ребята вместе с группой учеников, с учителями выезжают и облагораживают родники, чистят. Видите, вот табличка стоит с названием родника. Как бы смотрят за экологией, за окружающим, окружающий нас. Ну вот мы и дошли до наших улиц. Как бы когда заезжаешь в деревню, сразу заедешь в центр и в центре у нас находится обелиск, обелиск памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. С левой стороны вы видите фотографию где весной проводится, ежегодно проводится работа, приводят в порядок территорию обелиска. Обелиск сам подделивают, если нужно, подкрашивают для того, чтобы 9 мая прошло возложение венков. Все организации у нас, которые работают, 9 мая приходят на митинг и возлагают венки павшим в годы Великой Отечественной войны. Вот с правой стороны вы видите фотографию, это уже в течение нескольких лет у нас под руководством нашей учительницы истории Поповой Надежды Александровны проходит акция «Зажги свечу». И вечер только сильнее жители села, ученики, учителя, все желающие, которые хотят отдать дань павшим в годы Великой Отечественной войны, значит, приходят к обелиску со свечками и зажигают свечи. В это время, пока горят свечи, сначала проводим минуту молчания, потом дальше идут у нас беседы о Великой Отечественной войне, об участниках войны, рассказывают кто учитель истории рассказывает много разных историй, и свечи пока горят, мы никуда не уходим, до самой последней свечи мы ждем, когда свеча последняя погаснет, ничего не оставляем в случае чтобы не дай бог там ветер донет, чтобы не было пожара и чтобы обелиск не загорелся, поэтому вот такая акция у нас проходит, и думаю это довольно интересно, может кто-то тоже захочет проводить такие акции в своих селах, очень интересно и патриотически я думаю. Дальше за обелиском у нас находится наша новая школа, которую открыли в 2006 году, тоже видите по фотографиям, которые на экране, тоже территория школы облагораживается, растут разные цветы и розы, и ромашки, и флоксы, разные виды растений, цветов растут у нас на территории, ухаживают учителя и учащиеся, также есть опытнический участок у нас на территории школы, там садят картофель, морковку, овощи потом переходят в школьную столовую для вкусных пирожков для учащихся и учителей. Продуктовые хозяйственные магазины тоже находятся у нас в центре села, тоже видите, тоже все ухожено, облагорожено, продукты в магазинах есть. Дальше сельский дом культуры у нас, сельский дом культуры это тоже здание 1959 года. Ну, как видите, здание сохранилось, в клубе и внутри и снаружи проведен капитальный евроремонт, видите, вот с левой стороны фотография, это внутри фойе клуба, здесь тоже очень много разных цветов комнатных, ремонт проведен, и снаружи также много цветов, еле посажены на территории клуба, и вот с правой стороны возле клуба, вернее, к зданию клуба пристроено здание той ханы, в этой той хане проводятся обеды, раньше, конечно, проводили и вечера, и свадьбы, и выпускные там проводили, ну, а сейчас в связи с пандемией, конечно, это все как бы запрещено, не положено собираться много народу, и поэтому в той хане сейчас в основном проводят горячие обеды и поминальные. Здание детского сада, это бывшая школа, которая тоже построена в 1959 году силами родителей, силами учащихся, и вот это здание тоже сохранилось, но когда построили новую школу в 2006 году, то здание вот этой старой школы тоже провели капитальный ремонт, и вот сделали детский сад. Дальше у нас идет сельский Акима, тоже это в центре села, тоже здание старое, но тоже имеет свой вид. И наша славная новохоризовская хлебопекарня. Хлеб хоризовский славится во всех ближайших селах. Его знают, по-моему, даже и в Ускаменногорске такой хлеб, вкусный наш хлеб. Его возят в Зыряноск, город Алтай сейчас название, и в соседние все ближайшие села тоже возят наш харизовский хлеб. И в Катон также возят наш хлеб харизовский. Очень вкусный хлеб, советую вам попробовать. И вот наши улицы. Улица Павла Полькина, это бывшая улица Ленина, дальше улица Первомайская и улица Мира, бывшая, сейчас она называется улица Мерембаева. И совсем недавняя фотография, это сентябрь 2021 года, вид с вертолета. Это улица Мерембаева и улица Жастар. о земляках по-моему вы сказали. да, я хотела. Но каждый народ жив, пока жива его историческая память. Ощущение духовной связи с прошлым не даёт человеку опускаться до потребительского отношения к жизни, побуждает его задумываться, для чего он живёт и какой след оставит после себя. Вот заметьте, да, что в каждой сказке есть слово подвиг. Подвиг это протянутая рука помощи, храбрость, добрые дела, человеческое милосердие. Если мы делаем добрые дела, то это значит подвиг. Это нелегко, конечно, но подвиг это строгая дисциплина, ответственность, а это значит, что нужно постоянно спрашивать себя, а всё ли я сделал хорошо, помог ли я тем, кто меня окружает. Выходцами из нашего села и нашей школы в разные времена были и лётчики, и учителя, и бухгалтера, агрономы, повара, механизаторы и много других хороших специалистов, а из врачей можно даже укомплектовать полностью одну городскую больницу, столько у нас много медиков с нашей деревни, с нашей школы, и кем бы они ни были, они всегда с теплотой и с трепетом вспоминают и вспоминали родное село. Но мне бы хотелось остановиться на таких людях, как Сычук Александр Емельянович. Это уроженец нашего села, он родился в 1930 году в селе Уснарым Катон-Карагайского района Симпалатинского округа, ныне это Восточно-Казахстанская область. Трудовую деятельность Александр Емельянович начал в годы Великой Отечественной войны в колхозе имени Чапаева. После Великой Отечественной войны в 1945 году он был награжден трудовой медалью. После окончания курсов механизаторов работал трактористом. Дальше он работал проходчиком в горно-обогатительном комбинате города Лениногорск. В 1958 году он переехал жить в село Новохоризовка. Женился на репрессированной немке с Поволжья. Они с супругой построили дом в селе Новохоризовка. Александр Емельянович ежегодно добивался высоких достижений при уборке урожая. Поставил рекорд всесоюзного значения. В социалистическом соревновании Александр Емельянович занял третье место по союзу. За достигнутые успехи в увеличении производства заготовок зерна в 1966 году Александр Емельянович был удостоен звания герой социалистического труда. Медаль у него была за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1945 год. Золотая звезда героя социалистического труда, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени. Вот такие награды имел Александр Емельянович. И 16 лет он был народным депутатом. Александр Емельянович помогал многодетным семьям по вопросу жилья, занимался благоустройством села. Односельчане до сих пор вспоминают, каким он был трудолюбивым, честным и справедливым человеком. После выхода на пенсию такие люди, когда выходят на пенсию, они не могут вот просто сидеть. Он нашел для себя новое занятие. Он стал заниматься пчеловодством. Это было очень интересное и полезное дело пчеловодства. Он стал для него призванием пчеловодства и основным занятием после выхода на пенсию. Свои знания по пчеловодству он передал своему внуку и сыновьям, которые в данное время тоже занимаются пчеловодством. Аллея Славы. В Катон-Карагайском районе в центре села поставлена нет, сделали аллею славы. И на этой аллее славы увековечено имя и нашего героя Сычука Александра Емельяновича. Поставлен бюст герою социалистического труда. Вот с левой стороны посмотрите аллея стоит и вот в этих рядах стоит бюст нашего героя соцтруда. еще бы мне хотелось рассказать о нашем уроженстве это Улуксан Акпаевич Миримбаев. Он также родился в селе Уснарым в 1954 году. Он был полковником военной авиации, военный летчик-испытатель, командир полка, воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды, награжденного за проявленное мужество и отвагу в выполнении интернационального долга в Афганистане в 1981 году. Также он был награжден многими правительственными наградами, получил медаль ветерану войны в Афганистане за безупречную службу в рядах вооруженных сил. И в честь него у нас названа улица Мира, переименована вернее в улицу Улуксана Миримбаева. Вот на фотографии ниже посмотрите тоже это тоже вырезка из газеты здесь значит фото Улуксана он с командирами они на учениях обсуждают план действий. Спасибо за такой интересный содержательный рассказ о своих знаменитых героях земляках да ну чем живет село нынче как живут новохайрузовцы нынче Ну вот у меня что-то тут немного завис у меня еще один герой А ну продолжим давайте мы как будто в Новохайрузовке находимся Невозможно не рассказать о таком человеке как Колькин Павел Архипович это первый директор школы участник Великой Отечественной войны это человек он вот он-то не уроженец нашего села он родился вообще в селе Бородулиха и после войны он приехал в Харизовку и можно сказать большую часть жизни своей он посвятил Харизовке Харизовским Харизовской молодежи Харизовским учителям Харизовской школе это это талантливейший вообще человек о нем просто невозможно говорить когда началась Великая Отечественная война ему было 19 лет и он добровольцем ушел в армию он начал войну воздушным снайпером был ранен и за доблестные доблестного солдата награждали наградили орденами Отечественной войны первой степени третьей степени также медаль за боевые заслуги за освобождение Белоруссии за победу над Германией после войны Павел Полькин приехал на родину Восточный Казахстан он начал свою трудовую деятельность в конце 1945 года в Малокрасноярской школе которая осталась вот в зоне затопления он работал учителем истории и конституции СССР тогда же он был назначен директором школы высокий похожий на артист фронтовик моментально снискал авторитет среди учителей школьников и по сей день с гордостью вспоминают его выпускники школы ну что она у нас не листает первая школа вселенного Харизовка была небольшая вот видите с левой стороны маленькое здание здесь дети учились когда переселились в Харизовку школы не было конечно вот такое вот здание быстро-быстро сделали и в этой школе учились в три смены в свободное время учителя и старшеклассники ходили на работу в строящуюся школу вот ниже вторая фотография это вторая школа которая была построена в 59-м году директором ее был Полькин и во время работы под руководством Полькина много учителей начали свою трудовую деятельность это Балыкина Калиста Борисовна отличник народного просвещения потом Майер Яков Богданович Брилева Екатерина многие другие другие Ахметова Раиса Николаевна ветеран труда Бирюкова Нина Михайловна она имеет звание старший учитель и имеет орден знак почета Манажанова Зиба Абдазимовна отличник просвещения Казахской ССР супруги Наумики Иван Григорьевич и Анна Гавриловна Анна Гавриловна имеет отличник просвещения награду много-много учителей начали свою работу под руководством Полькина Полькин был требовательный и строгий директор даже многие учителя молодые которые приезжали они можно сказать не выдерживали его требовательности и уходили но самые стойкие самые такие же крепкие ответственные оставались и работали и вот до и работали почти практически все учителя которые с ним работали отдали по по 35 по 40 лет стажу работы в школе главный урок директора наставника был в том что работать надо вдохновением и с хорошим настроением в работе любого человека бывают какие-то положительные моменты говорил всегда Полькин Павел Архипович важно уловить их эти моменты и взять на заметку указать человеку его плюсы чтобы он мог их развивать дальше строительство здания новой школы началось в 1989 году потом здание было строительство здания было приостановлено почти на 15 лет ну сами понимаете это время как раз перестроено тяжелые были времена тогда жителям села тоже приходилось туго это был кризисный период можно сказать для села было и отключение электроэнергии и с водой были проблемы и с дорогами были проблемы и с работой в общем тяжелые были кризисные времена но село не распалось село сохранилось со своими обычаями со своими традициями дальше живем и мы очень рады были когда все-таки под неустанным ходатайством Полькина строительство возобновилось в 2004 году и уже в 2006 году распахнулись двери нашей новой школы для учащихся и педагогов и заключительное слово об учителе Павлу Архиповичу Полькину за самоотверженный труд за отличные показатели школы было присвоено звание заслуженный учитель казахской СССР он был отличником просвещения это такое звание дается за выдающиеся трудовые успехи в области образования орден знак почета и конечно же множественные почетные грамоты от правительства республики Казахстан Павел Архипович Полькин бесконечно самоотверженный не жалея своих сил трудился на благо нашего будущего он все делал для развития творческой личности учащихся в 2010 году Павла Архиповича не стало но его биография это летопись эпохи можно сказать это вечная память и вечная благодарность нашему учителю от его учеников коллег и земляков труд Полькина конечно оценен и его именем тоже названа наша центральная улица в селе улицу Ленина вот в марте этого года переименовали и теперь улица Ленина у нас улица имени Павла Полькина Лена Александровна очень интересно главное содержательно я знаю что в память о вашем знаменитейшем директоре вы с коллегами написали книгу учитель перед именем твоим и эта книга по моему издана очень малом количестве коротко расскажите пожалуйста об этой книге поскольку мы библиотекари прежде всего обязаны наверное рассказать о книге и интересовать книгой наша встреча посвящена Хайрузовке новой Хайрузовке и когда мы говорим о таком знаменитом вашем директоре Полькина и о книге я думаю очень уместно будет рассказать нашим слушателям и читателям да ну вот на экране можете увидеть учитель перед именем твоим это вот обложка этой книги авторами книги является Мукашева Сауле Нурмухамбетовна и я Елена Александровна Сауле это тоже выпускница нашей школы она проживает в Алмате и является одной из первых казахских женщин кандидатом наук по специальности гелиофизика и физика солнечной системы это как Сауле Нурмухамбетовна говорит что то что достигла она это большое спасибо опять же Полькину нашим учителям что они дали ей такое знание что она смогла добиться таких вот успехов и мы с ней связались в общем мы хотели чтобы нашу школу переименовали дали имя имени Полькина но не получилось а в тот год как раз мы подали документы в аномастическую комиссию но нам сказали что объявлен мораторий по переименованию и поэтому нам не удалось но книгу мы все-таки мы с ней создали написали в этой книге у нас значит биография Полькина полностью его биография военные годы какие награды он во время войны получал все ордена описываются что за что он получил потом про школу нашу все описывается про учителей которые у нас награждены имеют ордена и старшие учителя и учителя почета про них тоже написана биография написано как Полькин добивался для учащихся экскурсионных поездок в города в Москву в Регу тех кто хорошо участвовал детей поощривали в пучок и для того чтобы можно было свозить детей и он никогда детей не отправлял с кем-то там он всегда детей со своей школы всегда сопровождал там потому что мало ли дети из деревни из глубинки городов не видели и как бы он боялся отпускать и всегда детей всегда сопровождал там в эти экспедиции в этой же книге мы написали воспоминания многих выпускников которые говорят отзываются добрыми словами о директоре тоже об учителях о селе и конечно немного мы добавили информации о нашей земле и даже есть стихотворение нашего земляка Николая Доценко тоже здесь опубликованы ну да распечатали мы конечно мало мало экземпляр у нас получилось но сколько есть дети наши пользуются да если вы дадите свое разрешение на вот как авторское право да мы оцифруем вашу книгу и поместим на сайт нашей библиотеки где оттуда могут черпать для истории села для самостоятельных работ многие ваши земляки не только учащиеся да но и то взрослое то взрослое поколение которые давным-давно окончили нового ирзовскую школу да и сейчас по семейным обстоятельствам по роду деятельности живут в Германии в Российской Федерации да они любое время могут с помощью интернета зайти на наш сайт и почитать просто полистать эту интереснейшую книгу да которая посвящена директору нового ирзовской средней школы но сейчас я хочу слово предоставить Валентине вашим соавторам по этой работе по этому проекту да поскольку и она принимала участие Валентина скажи пожалуйста а что ты посоветовал тем своим ровесникам да которые только приступили к изучению малой родины так сказать юным краеведам с какими трудностями ты столкнулась или же наоборот что тебе удалось с легкостью и вот у тебя был хороший помощник да твоя библиотека твоей же школы расскажи пожалуйста тем ребятишкам которые вот-вот начнут изучать историю родного края желаю и советую вам не останавливаться на трудностях которые будут вам встречаться при изучении ищите материалы в разных источниках вот проводите опрос жителей и учащихся и дерзайте у вас все получится молодец расскажу ваш проект очень уникален интересен да и вот какие планы ближайшие в будущем вы по краеведению видите или если у вас если не секрет расскажите всем нашим читателям и слушателям в дальнейшем как вы хотите еще поработать по изучению истории края может быть какие-нибудь проекты придумали ну в первую очередь у нас в планах мы еще должны защитить тоже проект с Валентиной в нашем районе мы подали этот проект на тоже на конкурс Зерде называется конкурс там у нас каждый год проходят рассматриваются вот эти научные работы мы туда подали работу нам еще там вот Валентине предстоит это все защищать и в ближайшее время нам нужно обязательно провести какие-то краеведческие уроки в школе в виде устного журнала с детьми вот по нашей именно вот работе чтобы дети изучили чтобы нашу работу и как бы были журналистами что ли и вот в виде устного журнала мы хотим провести урок в школе с разными вот звеньями сначала со средним звеном видимо наверное и со старшим звеном мы обязательно проведем чтобы дети знали нашу работу и знали нашу историю ну а дальше не знаю пока пока работаем над этим проектом возможно может еще что-нибудь придумаем надеюсь да время пока у вас хороший проект мы видим да очень интересный насыщенный дорогие друзья мы сегодня узнали очень очень много интересного из истории села Новохайрузовка мы как будто там побывали как будто были на экскурсии по этим улочкам сельским посмотрели на эти интересные здания на старые здания школы да и новые здания школы посмотрели и много много узнали об известных ваших земляках о знаменитейшем директоре Полькиной я ранее наверное не знала какие многие мои земляки да мы теперь будем знать что когда говорим Новохайрузовка да мы говорим что это село которое хорошо сохранилось со своими традициями со своими земляками со своими участниками знаменитейшими земляками односельчанами участниками героями Великой Отечественной войны дружниками тыла ведь каждый человек должен знать историю своего народа своей семьи и людей которые живут рядом Лена Александровна Валентина от имени нашей библиотеки хочу выразить огромную благодарность вам за такую интересную содержательную беседу за ваш великолепно совместный проект этот проект можно продвигать во всех конкурсах потому что вы делаете очень полезное дело не только для своего села но и для многих многих казахстанцев ведь таких сел как Новохайрузовка по Казахстану очень много если каждый сельчанин аульчанин будет говорить с такой трепетной любовью о своем родном селе то память о тех людях которые строили это село которые силы и здоровье отдали для того чтобы наши села и аулы процветали дорогие друзья завершая нашу встречу хочу прочесть вам стихотворение Николая Доценко выпускника Новохайрузовской средней школы 66 года который он посвятил своим землякам Новохайрузовский пусть хорошеют наши села как будто для благого дела вода согнала всех нас с мест и не совсем мужик умела вновь ладит дом и рубит лес мы жили в маленьких избушках из глины и из камыша семья казаха и ингуша и украинца и латыша какие это были люди а жизнь бедна но хороша все чем богат на стол на блюде распахнутой была душа пусть хорошеют наши села пусть жизнь идет идут года душа же будет пусть веселой а дружба светит нам всегда огромное вам спасибо Элена Александровна Валентина на этом наш онлайн формат подходит своему логическому завершению мы всем нашим читателям говорим до свидания до следующих встреч келес эфирда кезескенше хош сау болыңыздар барлықтарыңызға рахмет спасибо до свидания до новых встреч бауіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі